Минимальный размер оплаты труда в России предлагают повысить до 30 тысяч рублей. Сделать это рассчитывают с 1 января 2023 года, сообщает Известие. О том, с чем это связано и повлияет ли МРОД на экономику страны, в следующем сюжете. Депутату Госдумы предлагают рассмотреть законопроект об изменениях в статью 1 закона о минимальном размере оплаты труда. По мнению авторов, документы в условиях санкционного давления на Россию, негативно влияющего на рост экономики, необходимо кардинально пересмотреть политику в отношении доходов населения. Напомним, что на данный момент МРОД составляет 15 тысяч 300 рублей. Когда минимальный размер оплаты труда низкий, это плохо для экономики. Во-первых, плохо, потому что это приводит к спаду производства. Это приводит к демотивации работников. Это приводит к тому, что усиливается дневной сектор экономики. В Госдуме напоминают, что минимальный размер оплаты труда – это величина, которая рассчитывается по медианной методике, принятой в России несколько лет назад. Тогда ориентировались на стабильную экономическую ситуацию, что не соответствует нынешним реалиям и требует коррекции. С этим согласны и простые граждане, опрошенные нами на улице. Я думаю, 1070. Минимально? Да. Вы знаете, я работаю в школе. Как ни странно, и как это плохо, но наша ставка не привязана к минимальной оплате труда. Это печально. Насчет конкретно минимальной оплаты труда, я считаю, что минимум 25. Тысяч в 30 минимум. 30 тысяч где-то. А почему именно такая сумма? Ну, потому что расходы на одежду, на еду, плюс еще коммуналка, и, ну, если съемная квартира, то на съемную квартиру. Кто-то еще учится, допустим, ну, взрослые люди тоже учатся, поэтому вот так вот. Тысяч 40. Минимум 35, я думаю. А вы? Я считаю, что достойна зарплату. Знаете, что такое достойная зарплата? Это когда приходит получать время следующую зарплату, а у вас еще старая не закончилась. Сколько это примерно? Ну, 50. Правда, как отмечает доктор экономических наук Давид Мама-Гулашевили, при увеличении МРОТ инфляция может совершить резкий скачок. Но нет ничего невозможного. И если правительство сможет удержать цены хотя бы на нынешнем уровне, то повышение минималки даст только хороший результат для экономики страны. В частности, это приведет к изменению предложения. Увеличение минимального размера оплаты труда способствует увеличению спроса, то есть увеличению потребления. А увеличение потребления, это приводит к тому, что увеличивается предложение. Увеличивается предложение, это означает, что рабочая себя занята гораздо активнее производственными процессами. Возникают фабрики, заводы, создаются новые рабочие места. В Госдуме отмечают, что МРОТ надо увеличить именно сейчас, пока не принят бюджет на будущий год. Ну и, конечно, главное, чтобы федеральные власти нашли нужную сумму. Ведь по расчетам экспертов на повышение МРОТ понадобится как минимум 1 триллион и 16 миллиардов рублей.